А в галерее Дейнеки новый вернисаж. Любимое лицо. Женские образы в советском искусстве. Работы датируются и 30-ми и 60-ми годами прошлого века, но есть и молодые экспонаты, прямиком из 90-х. Все картины принадлежат Государственному музейно-выставочному центру РосИЗО. Это не первый совместный проект курских и московских искусствоведов. Маляры на обеде. Одни пьют молоко, другие все еще красят. Не стены, лицо. Рядом ночь в середине лета. Автопортрет Елены Романовой. Напитавшиеся солнцем травы ночью пахнут еще сильнее, а лунный свет придают загоревшим женским плечам таинственный отблеск. Вот советская Афродита. Только выходит она не из пены морской, а из бассейна. Героиня весны в Ленинграде художника Андрея Синицы ничем не уступает весенней аллегории Боттичелли. Кажется, картины говорят, товарищ женщина и в Советском Союзе прежде всего была женщиной. Она была всякой, да. Она была богиней, она была работницей, она была всякой. Наверное, она не была угнетенной, если сравнивать с выставкой каких-нибудь любых передвижников, да, где мы видим женщину, которая прачка, женщина. Ну, женщина с трудной судьбой. То здесь, наверное, женщина более счастливая, реализованная. На выставке можно вспомнить о всех этапах развития советского искусства. От мастерских в Хутемаса экспозицию украсили три работы Дейнеки из Курского собрания. Официального соцреализма до тайной жизни советского андеграунда и полной свободы 90-х. Лев Табенкин, изгнание из рая, 1994 год. Вечный сюжет и самая молодая картина в экспозиции. Гротескной форме художник тяготел всегда. Как бы говоря, Афродит и Аполлонов в мире не так много. По-настоящему красиво лишь то, что одухотворяем мы сами. Настоящее украшение выставки – скульптура. Словно вырубленное лицо разнорабочие серии «Люди труда» Эрнста неизвестного или уже сморщившееся, но очень теплое лицо бабушки с горячей картошкой в чугунке в работе Александра Чиркина. Организаторы уточняют – экспозиция построена не по хронологии, а по эстетическому и смысловому принципу. Часто мы можем увидеть некоторые контрасты. То есть, например, изображение обнаженной женщины в бане рядом с женщиной в цеху завода. Но при этом они очень хорошо смотрятся рядом. И этот тематический контраст тоже дает тему для размышлений. Потому что одна и та же женщина может быть абсолютно разной в разные моменты своей жизни. Такие разные, но одинаково любимые женские лица можно увидеть в Курской галерее до апреля.